Всем здарова народ, с вами Бруда, вы на канале Бруда Плей и мы продолжаем зарубаться с вами в Dwarf Fortress. Это вторая часть общего мануала. В предыдущей серии я рассказывал вам как генерируется карта, что там вообще происходит, как выбирать хорошее место для поселения. И мы потихонечку будем продолжать. Сейчас я расскажу вам вкратце про интерфейс этой игры. Здесь очень много различных кнопок, опций. В верхней панели у нас изображены наши жители. Вот они показаны. 7 человек пока что у нас. И все семеро находятся в не очень веселом состоянии. Так что будем каким-то образом повышать их настроение. У нас есть кнопка Stokes, которая показывает наши склады и что у нас сейчас вообще из вещей есть в наличии. Ну тут тоже достаточно большой список. Правой кнопкой все окна закрываются. У нас есть панель верхняя, где показано приблизительное пока что количество, например, еды, питья, семян, мяса, рыбы, растений и другое. Приблизительное, потому что у нас пока что нет человека, который занимается нашими складами. То есть это специальная такая профессия. Когда у нас будет такой человек, то у нас будет показываться точное количество. Пока что показывается приблизительно. Ну еды сколько там? Ну примерно 60. Дальше у нас есть здесь календарь. То есть мы видим, что сейчас у нас Early Spring, то есть ранняя весна, сотый год. На этой панели показано, то есть сейчас у нас стоит пауза. Можно нажать Play. Здесь настройки. Также у нас есть карта, на которой мы сможем вот так вот передвигаться. Можно передвигаться по карте. Вот эту всю навигацию делать клавишами WSAD. Можно зажимать среднюю кнопку мышки и вот таким вот образом перетаскивать карту. Не знаю, кому как удобно. Мне удобно WSAD. Как-то так все это хорошо лежит и достаточно прикольно все это двигается. Через нажатие Ctrl и колесико мышки приближаем. Там если мышку крутим вверх, приближается изображение. Если крутим назад, то изображение отдаляется. Нижняя панель. У нас здесь содержится тоже большое количество опций. Самые часто используемые опции это у нас информация о нашем поселении. То есть если мы наведем на каждую кнопку, то здесь будет всплывающее сообщение. Здесь содержится полное досье на всех наших поселенцев. Мы можем посмотреть, кто у нас вообще есть, какие у них есть задания, какие тут есть места, какие виды работ у нас есть. Это мы тоже будем подробно разбирать в дальнейшем. Пока что просто разбираем интерфейс. Различные приказы, которые мы выдали, чем сейчас занимаются администраторы. Вот как раз у нас есть здесь позиция менеджера очень важная, про которую тоже чуть позже расскажу. У нас есть буккипер. Вот это как раз человек, который отвечает за подсчет всего. То есть это бухгалтер самый настоящий, который будет вести учет всех вещей, которые у нас находятся на складе. Когда у нас будет бухгалтер, тогда мы сможем точно знать количество вещей на складах. Ну и дальше тут много всяких интересных вещей. Более подробно это все рассмотрим. Если вы заметили, то переключаясь между вот этими всеми закладками, мы также переключаемся, двигаемся вот по этому меню. Каждая кнопка, она соответствует вот такой закладке. Например, лейбор это занятие или какой-то труд конкретный. Он соответствует вот этой кнопке. Следующая кнопка приказы. Nobles and administrators. Все администраторы. Администраторы, объекты. Ну и в общем, по этому меню мы можем пройтись либо через нижнее меню, смотря какое окно нам нужно. Либо зайти сюда и дальше переключаться уже здесь, внутри этого общего меню. И нижняя панель у нас тоже очень важная. Здесь содержатся как раз все действия, которые мы можем делать. То есть у нас есть действия, направленные на digging orders. То есть это когда мы занимаемся различными работами с киркой. То есть пробиваем какие-то горы, ищем минералы. Занимаемся вот такими горнодобывающими работами. Кнопка для рубки леса. Кнопка для сбора ягод. Кнопка для различных манипуляций со стенами. Кнопка ластика. Когда мы, например, назначим какие-то приказы нашим дворфам, мы можем потом эти приказы отменить с помощью ластика. Это очень важная кнопка, которая показывает нам различные варианты структур, которые мы можем возводить в игре. То есть это различные виды мастерских, мебели, дверей, конструкций, механизмов, клеток, ловушек, военных объектов. И торговое депо. Тоже очень важный объект, который мы также будем рассматривать. Кнопка, которая показывает стокпайлы, так называемые, в игре. Или другими словами, склады. То есть мы можем сделать стокпайл для еды, стокпайл для оружия, для каких-то видов ресурсов и так далее. Есть кнопка для распределения зон. То есть есть большое количество зон. Спальня, столовая, пастбище, яма, источники воды, источники для рыбалки. То есть мы будем все эти зоны размечать. И в зависимости от типа зоны у нас дворфы будут заниматься теми или иными вещами в этих зонах. То есть можем сделать там офис, можем сделать общежитие, где они будут жить. Эта кнопка необходима для того, чтобы организовывать различные виды убежищ или норы, так называемые, в игре. Здесь дворфы будут организовывать свою деятельность внутри больших крепостей. Когда у нас будут большие территории уже, то эта кнопка нам поможет более грамотно все это организовать. Этой кнопкой мы настраиваем маршруты для наших тележек. Кнопка для настройки трафика. И последняя кнопка, она необходима для обозначения таких зон типа мусорки. Работа с запрещением предметов и построек. Также настройки видимости айтемов. И у нас еще есть дополнительные кнопки, которые показывают нам сквады. Но для этого необходимо, чтобы у нас был командир, чтобы создать сквад. И у нас есть также кнопка выхода на карту мира. Если мы сюда нажимаем, мы выходим опять же на общую нашу карту. Здесь мы можем перейти к центру форта. Мы можем посмотреть миссии, новости, цивилизации. Ну, такая полезная штука. Но еще один важный момент. У нас есть на карте такой параметр Elevation. В данной ситуации стоит Elevation 35. Что это такое? Это у нас этажи. То есть у нас в игре существует большое количество этажей, по которым мы будем передвигаться. В течение нашего развития. Пока что у нас этаж 35. Как посмотреть этот этаж? Мы просто крутим колесико мыши. То есть если мы крутанем колесико мышки вверх, мы попадаем на следующий этаж. То есть мы видим сразу, что здесь у нас видны листья деревьев. Уже больше веток различных. И видим, что наши юниты находятся под этим всем. Если мы крутанем еще выше, мы увидим следующий уровень. То есть вот у нас Elevation увеличивается. Кручу мышку назад, мы возвращаемся на 35. Кручу мышку вверх. Вот 36 уровень, 37, 38, 39 и так далее. И можем также спускаться вниз. То есть чем ниже мы спускаемся, тем глубже мы опускаемся в наши подземелья потенциальные. То есть когда мы будем рыть тоннели, мы будем не только пробираться по сторонам в эти все тоннели, но мы еще будем углубляться внутрь или подниматься наверх. Так что в дальнейшем нас ждет очень много всего интересного, когда мы будем уже развиваться. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте пальцы вверх. Подписывайтесь обязательно на мой канал BrudoPlay. Всем респект, все красавчики. Поставьте там лайк, репост, колокольчики. Все все знаете. Смотрите следующие видосы. С вами был Brudo. Всем респект. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok